Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 30 июня 2020 года. Вот и месяц уже пролетел, лето. Продолжаю тему засыпа глиной городов. После фильма по метровым слоям глины на Азовском море пришло много комментариев. Радует то, что люди стали просыпаться и обращать внимание на то, что много раз смотрели, но не видели. И вдруг стали видеть. Это как раз тот случай, когда имеющий глаза да увидит. А пока я приглашаю москвичей, гостей столицы, соратников на прогулки по допотопной Москве по субботам в июле. Пока есть такая возможность. Прогулки – это числа 4, 11, 18, 25. Следы допотопных зданий Старой Москвы – старые стены, остатки засыпов, уникальные объекты. Жизнь некоторых ограничена во времени, их снесут, но пока можно увидеть нетуристические тропы, плюс кардионагрузки. За такие прогулки мы проходим от 5 километров и более и сжигаем от 800 килокалориев и более. Ссылка на заявки в описании к видео. Все, улыбаюсь. В фильме «По Азовскому морю» вы увидели по аналогии то, что глина засыпала все города и огромные территории. И появилась она недавно. Я упомянула и глину на Нижегородском откосе. Показала фотографию, которую мне прислала жительница и соратница города Горького, Нижнего Новгорода, Наталья Шартанова. И был там в фильме такой комментарий. Глядя на эти кадры, вспомнила, что когда в 2013 году была с семьей в поселке Орджоникидзе под Феодосией, там тоже вдоль кромки пляжа глинистый берег высотой метра три. Глина рыжая и сам поселок стоит на округлых холмах, состоящих из глины в перемешку с гранитными камнями разных размеров, но преобладает глина. От солнца мы скрывались тени от обрывистого глиняного берега. Пляж был галечный, но иногда купаться было невозможно потому, что вдоль берега, в нескольких метрах от него, колыхалась широкой полосой глиняная взвесь. Уважаемая Галина, к одному из ваших роликов я писала комментарий о доме в городе Горьком, где когда-то жила. Пыталась найти адрес этого дома, но не смогла. Родители забрали меня оттуда через год на Украину. Сама адрес не помню, поскольку была мала и писем туда не писала. Так вот, этот фильм будет посвящен тому, что обнаружили на месте гостиницы Россия в Нижнем Новгороде. Где-то главная гостиница города была, но чуть позже в этом фильме покажу. Пока буквально еще один свежий комментарий мне прислали ВКонтакте от Сергея Волкова. Здравствуйте! На YouTube-канале оставил комментарий под видео о глине на Азовском море. Вот есть такая информация по побережью Азовского моря. Думаю, будет тоже интересно. Статья называется «Добавим немного конспирологии. Ториевые пляжи». Автор статьи считает, что этот глиняный пласт на Азовском море – гигантский карьер по добыче тория. Торий – это радиоактивный элемент. Его используют в атомной промышленности. Я уже год назад где-то делала видео, где говорила, что глину могли и вероятнее всего использовали для дезактивации после ядерных ударов разной мощности в виде и вида поражения. Это не обязательно воронки, как круглые озера, а могли быть наземные взрывы, как в Японии. И города Хиросимы и Нагасаки – тому пример. Поэтому глина может содержать радиоактивные элементы, а уж потом стать карьером по добыче этих элементов. Но это моя версия, и она пока 100% не подтверждена. То есть в процессе жизни и нахождении новой информации возможно она подтвердится. А может быть, наоборот, будет опровергнута. А теперь от Азовского моря мы перенесемся в Нижний Новгород. Этот Нижегородский откос, площадь Минина и то место, где с 30-х годов 20-го века находилась советская гостиница «Россия». Была такая гостиница «Россия», стояла тут в центре, и вот ее снесли. А это целая эпоха не только для нынешних горожан нижегородцев, но и грековчан, которой я была и остаюсь, в общем-то. Там у нас проходили выпускные вечера, там была молодость, там была юность, там были лучшие годы, там первые свидания. Это все родные, изведанные места, центр города. И не только для меня, оказывается. Мне встретился сайт, где показаны последние дни здания, и есть такой комментарий. Лана Данилевич пишет 4 июня 2020 года. Да, о боже, как же жалко, что не будет здесь привычной глазу гостиницы «Россия». Здесь прошла вся моя жизнь. Папа ходил сюда играть в бильярд, себе покупал пиво, а мне крем-соду. Мне было скучно смотреть на их игру. Ходила только лишь потому, что купит вкусную крем-соду. Иногда с папой и мамой по выходным или праздникам ходили обедать в ресторан. Перед входом стояли две большие скульптуры, женщина с фруктами и овощами в корзине, и мужчина. Насколько я помню, у него были огромные рыбины, видимо, сетры. Гораздо позже, где-то в начале 60-х, с подружкой бегали смотреть туда кино. Помню только джази, только девушки. В крыле первого этажа была парикмахерская работа, был очень хороший мастер. Все старались попасть к нему. Со стороны музейного переулка на первом этаже был хлебный магазин и гастроном. Но что делать? Времени остановить. Когда-то на этом месте стояло красивое здание церкви, и когда ее сносили, жители, наверное, так же расстраивались и переживали, как мы, гряковчане и нижегородцы, сейчас. Увы, это жизнь. Жаль только, что здесь будет жилой дом, а не гостиница. Так как понятно, что администрация города строит эти квартиры для себя любимых. А это самое красивое место в городе, и нужно, чтобы эти красоты видели гости нашего города, и любовались нашими дивными пейзажами, закатами, и передавали свои впечатления дальше, прославляя тем самым наш Нижний. Но пока так, как есть. Очень жаль. Это СССР, это эпоха. Согласна полностью. Это эпоха СССР, которую упорно везде стирают из памяти. Новориши такие. Новые вориши. А теперь давайте рассмотрим фотографии, которые удалось заснять Наталье Шартановой сквозь щелочку, потому что, ну, не пускают на стройку и не дают снимать, и вообще все это тишина кругом. Наталья Шартанова пишет, это не двор, на этом доме под землей стояла гостиница. Ну, я задавала ей уточняющие вопросы в переписке. Далее она пишет, наши СМИ молчат, закопают опять, забор высокий. Итак, мы здесь видим и глину, и кирпичные кладки, и оконные рамы, которые находятся ниже уровня земли. И это все находилось под зданием гостиницы России. Вот если бы не снос гостиницы, и никто бы не увидел и не узнал, что здесь на самом деле было. Еще одна цитата с сайтом по гостинице Россия. Показали нам и подвальную часть гостиницы, а также ту, где раньше был ресторан. В этом месте на пятиметровую глубину археологи проводили раскопки. В ходе исследования было обнаружено несколько человеческих останков, которые собрали и перезахоронили. Поскольку ранее на месте гостиницы находилась церковь в честь Георгия Победоносца с кладбищем, такая находка ни у кого не вызвала удивления. И вот мы немножечко рассмотрим повнимательнее эту фразу. Еще здесь есть одна интересная фраза. Следующим этапом работ станет укрепление фундаментов и возведение жилого дома и современных материалов. Проект предусматривает в здании 8 этажей, сейчас их всего 6. То есть, по словам Владимира Челомина, последние два этажа не будут просматриваться со стороны набережной, поскольку их сделать меньшим по периметру. Значит, обратили внимание на то, что кладбище. Находка костей ни у кого не вызвала удивления, потому что здесь кладбище якобы было. Сейчас мы разберемся по фотографиям, попробуем рассмотреть, найти это кладбище. И то, что фундаменты, по всей видимости, остаются, укрепление фундаментов. На фотографии, которые прислала Наталья, мы видим, что здесь именно стены предыдущих каких-то зданий, которые, видимо, были и до церкви. Здесь и до церкви что-то было. Значит, история сама и постройки церкви, она может быть искажена, неверна. Еще одна историческая справка. Историю нам этого места нарисовали так. В 1834 году Николай I, будучи в Нижнем Новгороде с визитом, остался недоволен тем, что любование видами на Волгу и из-за Волжья омрачали дома бедняков, кучи мусора и неприятные запахи, от них исходившие. В связи с этим он повелел обустроить откос в виде бульвара с городским садом. В 1836 году набережная была выложена бложником, штакетником и началась ее застройка каменными домами по проектам лучших архитекторов. На набережной непосредственно на откосе был разбит Александровский сад, вдоль которого были оборудованы два съезда, Георгиевские по названию находившиеся в начале набережной, Георгиевской церкви и Казанской. Георгиевская набережная являлась популярным местом для прогулок, здесь назначали свидания, демонстрировали новые наряды, загорали, назначали деловые встречи. После Октябрьской революции этажность домов была увеличена, в 1930-е годы была взорвана Георгиевская церковь, позднее набережная стала именоваться Верхневолжской и носить имена Жданова, бывшего секретаря Нижегородского губкома и Горьковского крайкома партии. После распада СССР, но СССР не распался, это ложь, фамилию Жданова убрали из названия набережной. Однако, по моим работам я делала 4 серии Нижнего Новгорода, информацию, которую я нашла, планировка центра города была уже на плане 1824 года, и на секундочку план этот точно совпадает со спутниковыми картами. Я как раз делала сравнение городов, у которых древние, как бы старые карты идеально совпадают с современными спутниковыми картами. Дороги проложены таким образом, что они идеально совпадают, то есть точность неимоверная. И дороги эти проходят сквозь овраги, и ничто им не мешает, то есть ни единой кривизны, просто как будто их вот сверху по линеечке нарисовали. Соответственно, то, что Николай I там увидел какое-то запущение, якобы это какая-то дикость, это опять навет ложь, тень на плетень, потому что город уже был идеально спланирован, то есть его центр был идеально спланирован. Построен храм был предположительно в конце 15-го, начале 16-го веков. Местоположение выбрано с той стороны Кремля, откуда можно было ожидать вражеских набегов, рассказывает об истории создания церкви писателя Евгений Гребник. Сохранились гравюры немецкого ученого Адама Алиария, который в составе Галштинского посольства дважды посещал Нижний Новгород в 1636 и 1639 годах. На ней мы видим высокий деревянный храм, но уже в 1700-м его сменил каменный, ставший настоящим памятником архитектуры. Ну вот и писатель тут у нас историк, историю рассказывает, и ссылается на Адама Алиария. Этот Адам Алиарий мне уже встречался по истории Сталинграда Царицына. И надо по нему, по этому товарищу Адаму, сделать отдельный сюжет, по этому туристу из Европы. И по его, собственно говоря, описаниям. Вот на единственные вот эти исторические источники, якобы исторические источники, и ссылаются историки, и все, на какого-то там этого Адама Алиария. А своих источников, своих архивов у них нет. Они ссылаются на описание вот этого проезжего-заезжего Галштинца. Еще справка. Затем на месте храма построили гостиницу, которая и превратилась в нынешние развалины. У инвесторов есть проект по реконструкции, и в его рамках велись раскопки, которые привели к обнаружению не только фрагментов церкви, но и человеческих останков. Гостиничный ресторан, как оказалось, стоял на месте кладбища. Это как это ресторан-гостиница мог стоять на месте кладбища? И как он не мог стоять? Никак он не мог стоять на месте кладбища, потому что шестиэтажное здание не строят абы как. Под него возводят фундамент, строят котлован. И по логике захоронения должны были вывести или перезахоронить. А на фото современном Аднодалее мы видим на месте кладбища красно-кирпичные стены. Но кладбище там, где был корпус ресторана. Мы видим красно-кирпичные стены и на переднем плане фрагменты красно-кирпичной кладки. А то, что останки постоянно находят при раскопках городов, это касается и других мест Нижнего Новгорода. И Москвы, и Ростова-на-Дону, и Пскова, и ответ один. На месте бывшего кладбища, хотя там и дома, и очень старые. То есть никаких кладбищ не предполагается. Но останки находят, и что говорят людям? Да, было просто старое кладбище, и все успокаиваются, вопросы снимаются. Потому что это же преступление, раз находят останки, значит, надо исследовать это все. Кому это нужно в капиталистическом строе? Это же не государство у нас. Если бы было государство, тогда бы оно исследовало. А поскольку здесь коммерческая компания, здесь торгаши, и у них только прибыль, извлечение прибыли, им это ничего не надо. Так они остались, эти останки были погребены. Это останки погибших жителей во время катастрофы, или конца 18-го, или середины 19-го века. Они так и остались погребены под глиной. Никто эту глину с останками не выкапывал. А строили, восстанавливали на том, что осталось. То есть вот остались стены, перекрытия, вот главные стены, они крепкие, этот крепкий красный кирпич. А между ними полости заполнены этой глиной с этими останками людей. Ну и все, и кто это будет перестраивать или выкапывать. Они просто оставили это как фундамент, уже готовые крепкие фундаменты. Официальная версия говорит, что храм был построен каменный в 1700 году. Получается, что все фундаменты там как минимум с этого времени. Храмовое кладбище, получается, могло находиться поверх старых стен, которые под засыпом глины оказались. Там как раз около трех метров. Но когда строили гостиницу, этот слой должен был быть обран однозначно до красно-кирпичной допотопной кладки. Это 30-е годы. Так что кладбище и захоронение были обраны. И останки, которые обнаружили сейчас, могли остаться в нишах между стенами. Вот только что я об этом сказала. Которые стали служить фундаментами ресторану. Напомню, у ресторана шесть этажей. А сами эти останки находились под засыпом глины. Но это еще не все. В процессе работы над фильмом не встретилась уникальная фотография. Храм после взрыва 1932-1933 года. И ракурс как раз со стороны якобы кладбища. То есть на том месте, где находился ресторан гостиницы «Россия». У меня вопрос. Где кладбище? Я не вижу кладбища. Здесь не намечается никакого кладбища с этой стороны. А если нет кладбища в этой части, где после демонтажа гостиницы находили человеческие останки, то откуда останки? Вот полагаю, что моя версия верна. Благодарю за внимание. Делитесь этим видео. Приходите к нам на прогулки по допотопной Москве. Информация будет под видео. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.